Здравствуйте! У нас дискуссия в рамках школы молодого ученого Университета науки и технологий МИСИС. Мы все с вами также в медиа-центре точки рождения инноваций Университета МИСИС. И поговорим сегодня, это запускающая часть школы, мы поговорили, у нас была лекция про научную коммуникацию, какая она бывает, зачем она вообще нужна. И сейчас мы поговорим уже, потому что это точно дискуссионный вопрос, и хочется докопаться до, ну, наверное, не истины, но тем не менее услышать разные точки зрения, про личный бренд ученого, потому что школа молодого ученого, очевидно, для ученых, очевидно, для молодых, но не скорее по возрасту, а по духу. Люди, которые начинают, и хочется в итоге дойти до, каких-то лайфхаков, пока еще можно говорить такие слова, которые можно унести с собой и можно будет применять на практике. И вообще, строго говоря, провести какую-то, может быть, перепись инструментов работы с личным брендом. И хочется в первую очередь представить экспертов, и, наверное, представиться самому, Андрей Воронин, директор Центра стратегических инициатив университета МИСИС. И давайте по порядку Андрей Кожанов, который нам сегодня уже читал лекцию, это руководитель Центра академического развития студентов нашего университета Побратима Высшей школы экономики. Вера Павлова. Здесь она, я, наверное, буду задавать вопросы как к радиоведущей в том числе, но вообще-то говоря, она кандидат химических наук из МГУ, как кандидат она. И Вера у нас, это надо прочитать правильно, руководитель департамента развития коллекции политехнического музея. Тоже наш огромный-огромный друг нашего университета. Глеб Федоров. Это генеральный продюсер. Оно. Национальные приоритеты. Это оператор сейчас десятилетия науки и технологий. И человек, на команде которого, держится, ну, наверное, почти все, что видимо вовне, ну и много что есть внутри. Не знаю, удастся ли нам сегодня об этом поговорить или нет. Надеюсь. Никита Марченков, он для меня в первую очередь, это председатель Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. И он руководитель синхротрона-нейтронного центра Курчатовского института. И Наташа Селищева, руководитель пресс-службы университета науки и технологий МИСИС. Вот таким составом мы сегодня будем говорить. И хочется, наверное, сначала задать рамку широкую. Глеб, не зря мы тебя посадили посередине. Сначала вообще хочется понять. Личный, когда мы видим слова бренд, особенно личный бренд, это бренд он для чего? Он для продвижения чего-то куда-то. Про расширение информированности о чем-то или о ком-то. Здесь мы конкретно говорим про ученых. Вообще, есть ли запрос у кого-то, кроме самих ученых, я понимаю, что они любят общаться сам из этой среды. Вообще, есть ли запрос извне? Я имею в виду, как Андрей запретил на лекции говорить про широкий круг, про широкую аудиторию, потому что ее не существует. Но тем не менее, есть ли запрос у аудитории у разных ее сегментов на ученого как бренд? Вот с этого хотелось бы начать. Это может быть вещь в себе, и никому эти ученые не нужны. В коммуникации практически все может быть как полезным инструментом, так и инструментом мешающим. Вообще, если отвлечься и не говорить сначала, зайти не через личный бренд ученого, а в принципе про бренд, что это такое, то, наверное, в этом можно увидеть какую-то отгадку. Соответственно, бренд – это либо результат очень долгой, скрупулезной работы не на бренд. Например, если мы говорим слово «пицца», все сразу представляют Италию, но это пища медняков, которую итальянцы ели очень давно и придумывали не для того, чтобы сделать из нее бренд. То есть путь мышления был, а нет, давайте мы сделаем бренд, по которому будут узнавать нас в любой точке мира. То же самое какой-нибудь чак-чак, например. Ну просто еле-еле, вкусно же, правильно? А потом уже из этого сделали бренд. Либо бренд – это все-таки какой-то инструмент для повышения продаж. Вопрос. Применительно к науке вообще бренд, он каким может быть? Чаще всего бренд – это все-таки результат какой-то приколдной истории. Ну то есть мы говорим, ну например, о чем мы можем говорить научное. Ну например, Курчатовский институт, вот рядом со мной сидит. Это и бренд, и пароход в какой-то степени, но все-таки это не личный бренд. Это нечто отсоединенное от личности. То же самое, что и Ракета Союз, и Луноход, и бренд, допустим, автомата Калашникова. Хотя Калашников само по себе фамилия, но не все помнят сразу, особенно за рубежом, что Калашников – это именно фамилия. Поэтому я бы, наверное, свою позицию обозначил так. Если мы говорим про науки, наверное, точные и прикладные, то там брендом все-таки скорее и логичнее является какой-то результат труда. А в случае с науками гуманитарными или фундаментальными, где сложно широкой аудитории объяснить буквально на пальцах, о чем это, там чаще всего продвижение сложных идей идет уже через фамилии ученых, через личные бренды, через харизму и так далее. То есть никто не понял, что сформулировал Эйнштейн, но его запомнили с его помощью. Ну, как бы часть продвижения того, что он открыл, идет. Может быть, я говорю слишком умозрительно, но на самом деле это имеет достаточно практическое применение, потому что мы, как оператор десятилетия науки, основной задачей, конечно, ищем поиск различных историй, с помощью которых нашу науку мы расшиваем. Либо для школьной аудитории, либо для школьников, либо вообще для широкой аудитории родителей. Вот. И если ставить вопрос ребром, ну, то есть для молодого ученого, или, в принципе, для ученого, нужно ли ставить задачу, как развить личный бренд, скорее, наверное, нет. Ну, мне кажется, потому что это может немного сместить фокус. То есть цепляет что? Цепляет какое-то открытие, цепляет результат. И если фокус смещается в пользу, ну, в сторону того, посмотрите, какой я крутой, очень часто это мешает и само открытие презентовать. И тут, чтобы перейти от слов к практике, я бы хотел показать три ролика рекламной кампании десятилетия науки и технологий, вы увидите трех реальных ученых. Один из них должен был сегодня месяц не выступать. К сожалению, эксперимент его задержал. Да, к сожалению, эксперимент. Эксперимент, как мы знаем, не всегда можно прервать. В какой-то степени можно сказать, что у трех ученых, которые приняли участие в съемках ролика, есть личный бренд. Но я бы не сказал, что он массовый, широкий и так далее. В данном случае все-таки открытие идет чуть-чуть впереди, и сами ученые скорее на подтанцовке у своего собственного открытия. Но я уверен, что у всех троих вот этот личный бренд, он нагонит через какое-то время. Узнаваемость придет. Поставим тогда эти три ролика, они коротенькие. Это я, Максим Никитин, создатель нано-компьютеров, способных точнее доставлять лекарства в больные клетки. А это момент, когда я решил стать ученым. Мы экспериментировали в настоящей лаборатории. Тогда я и захотел сделать важное открытие. Развивайте интерес науки с детства. Десятилетие науки и технологий на науке РФ. Я Светлана Решетнева, автор устойчивых сортов пшеницы и участник проекта «Хлеба России». А это момент, когда я решила, кем хочу стать. Отец экспериментировал с сортами яблок, а вырастил мой интерес к науке. Развивайте интерес к науке с детства. Десятилетие науки и технологий на науке РФ. Это я, Алексей Федоров, разработчик первого квантового блокчейна и квантовых алгоритмов. А это момент, когда я решил пойти в науку. Я читал про современную физику и мечтал закрыть ее белые пятна. Развивайте интерес к науке с детства. Десятилетие науки и технологий на науке РФ. Какие замечательные ролики. А где они были сняты? Андрей Игоревич, они были сняты здесь, в университете МИСИС, который ни перед кем не склоняется. Не склоняется ни перед кем. Окей, спасибо. Я скорректирую формулировки. В общем, мне кажется, для контекста я немножко набросил для нашей дискуссии. Пойдем дальше тогда по следующим спикерам. Я видел, Вера схватила так яростный микрофон, наверное, что-то противопоставить. Нет, противопоставить не хотела, но могу продолжить. Действительно, рамка какая-то уже была задана. Слава Богу, рамку задана. У меня еще к нему тогда вопрос, Вера. Если ты продолжишь, давай, Глеб Сергеевич, я тебе еще помочь немножко. Давай. Вы, очевидно, когда заходили мы в год науки и технологий вместе с вами, так плотно мы это делали, что в итоге десятилетие случилось, вы, очевидно, оценивали аудиторию, на которую работаете, на которую мы работаем. А вообще, что это за аудитория, которая интересуется брендами ученых, вообще учеными, популяризацией науки, мероприятия посещает. Кто эта аудитория вот сейчас? Я помню, у вас очень интересные исследования про родителей, которые с удовольствием, большинство подавляющее, отдало бы прямо сейчас детей в науку. Почему-то это не происходит. Это не проактивная позиция. Когда ты задаешь родителям вопрос, а мы задали его в начале года науки и технологий, ну, прям целенаправленный, они и думали о науке, но мы спросили, хотели бы вы отдать ребенка в науку. Они отвечают, да. Но если бы, но как только ты задаешь вопрос по-другому, кем бы вы хотели видеть, куда, то наука, к сожалению, не на первых местах. То есть наука – это примерно как такая страна Бразилия. Она есть. Мы знаем, что там классно играет в футбол, болеем за нее, но мы не встаем каждое утро и не думаем, что бы нам такого прочитать по Бразилию. Наука то же самое. Она, к сожалению, все еще остается слишком сложной материи, чтобы просто быть чем-то хобби. Тем более, ну, как бы люди каждый день там едят, смотрят кино. Ну, есть куча других, чуть более простых и привлекательных вещей, там музыку слушают и так далее. Поэтому, когда мы оценивали аудиторию, мы в целом понимали, что есть условно отрасль, есть сами ученые, есть научно-образовательная среда, есть школы. Это все вот как бы шире-шире. У школьников есть родители, а потом есть все остальные. Это пересекающееся, но не совпадающее общество, и с которыми приходится работать абсолютно по-другому. На самом деле здесь не было несчастья, ну, счастье да несчастье помогло. Например, стоп, потом, не, стопкоронавирус.рф – это то, что мы делаем, тоже как анонс приоритеты. А вот коронавирус помог на самом деле запрос на ученых и на мнение ученых сильно поднять, потому что к кому побежали в непонятной ситуации, колоть вакцину или не колоть, векторную или классическую, ну, конечно же, к ученым. Вот, то есть мы понимаем, что разные аудитории, ну, вот сами ученые, школьники, студенты, их родители и все остальные, кому нет дела до науки, как в целом с ними работать. Вот эти три ролика, например, они идут в ротации на федеральном телевидении, они идут в качестве преролов в интернете. То есть это самая широкая аудитория, которая про науку вообще ничего не знает. И там задача показать, что наука существует, она модная, прекрасная. Они делают сейчас открытия, ну, как бы реальные, причем максимально прикладные. Про кванты так сразу и не скажешь, но там вот звучат там блокчейн, вот какие-то вещи, которые на слуху. Ну, тем более про сорта пшеницы, всем нужен хлеб, тем более про лекарства и борьбу с болезнями. То есть это все, надеюсь, я отвечаю все-таки на твой вопрос. Пока еще нет, но мы дойдем. Хорошо, я стремлюсь. То есть это все огромный набор разных инструментов под разную целевую аудиторию, как такой слоеный пирог. Ну, а кто прямо сейчас благодарная, так спрошу, аудитория, которая уже сейчас этим интересуется? Это кто в основном? Самый большой прирост позитивный за год науки и технологии – это были школьники. У них прирост самого знания года науки, потом гордость из-за отечественной разработки, в принципе, знания о том, что у нас классная наука. Там порядка 10-15% в зависимости от возрастной категории. Все остальные сложнее для радикального роста знания, но тем не менее. Это все просто игра в очень долгую, потому что наука, ты с ней, как я уже говорил, не встречаешься каждый день на улице, вернее, встречаешься, но люди не знают, что это благодаря науке, это благодаря науке. Даже, в общем-то, прививку делали, всю жизнь прививки делали, но не знали, что, слушайте, там ученые какие-то работают, открывают что-то. Как-то так. Хорошо. Будем работать на школьников. Вера, все-таки вот этот яростно схваченный микрофон о чем-то говорит. Спасибо большое. Рамку действительно задали, по-моему, очень хорошо. Отвечая на главный вопрос, нужен ли личный бренд ученому, есть ли на это запрос, и какие вообще аудитории интересуются сейчас этим, я могу ответить, исходя там из опыта работы как раз-таки на радиостанции. Мы уже работаем с моим коллегой 6 лет, и за это время у нас вышло более 300 выпусков в прямом эфире с различными учеными. То есть мы старались не концентрироваться на каких-либо областях, а выбирали самые разнообразные тематики, которые только могли быть нам доступны. Искали специалистов, искали ученых. То есть мы приглашали людей и из индустрии, которые, скажем так, в анамнезе имеют научное, базовое, фундаментальное образование. И мы также приглашали людей, которые до сих пор занимаются наукой. То есть это и кандидаты наук, это и доктора наук, это в том числе люди, которые только пишут свои диссертации. У нас даже были, по-моему, студенты, магистранты. То есть люди, которые только-только получили свой диплом бакалавра и продолжают дальше развиваться. И, соответственно, как я уже сказала, мы брали разные темы. За шесть лет у нас сложилась довольно такая стабильная аудитория постоянных слушателей. То есть это люди, которых мы уже знаем, что они всегда регулярно на связи, как только мы начинаем какой-то прямой эфир. Они практически сразу дают обратную связь. Это наше ядро. Но есть еще и более широкая аудитория. То есть это чуть более широкий круг. Это те люди, которые, может быть, случайно включили в этот момент радио. Они слушают радиопередачу о науке, хотя, в принципе, у них очень большой выбор. Они могут выбрать абсолютно любую радиостанцию, послушать музыку или там новости. Но останавливаются, например, на именно научной передаче. И про эту аудиторию тоже мы уже кое-что понимаем, что это люди, которые задают вопросы. Они могут не сталкиваться с своей наукой каждый день, либо не осознавать, что они с ней сталкиваются, но они очень хотят задавать вопросы. Причем эти вопросы бывают довольно провокационного характера. Я приведу просто примеры, чтобы было понятно. Нередко мы слышали такие комментарии, как «Ну вот, позвали кого-то в эфир опять. А что там, дескать, ваши ученые делают? И вообще зачем они здесь? Зачем вы их приводите? Пусть доступным языком что-то расскажут». Ну, подобные комментарии. Либо «А что это там ученый ваш? Вот он говорит о зарубежной науке. Ну, пусть поезжает, например, пусть там работает». То есть тоже такие провокационные довольно комментарии разного характера. И у нас были случаи, действительно, когда ученый, не имея как бы возможности показывать, демонстрировать какие-то слайды, демонстрировать материалы своих исследований наглядно, а только имея в своем инструментарии звук, выступая в радиоэфире, располагал и переворачивал мнение аудитории. Мы это видели по комментариям и по откликам. Потому что мы понимали, что в конце, например, аудитория пишет нам в эфир, она всегда там благодарит гостя за рассказанную тему. Мы делали передачу и про прививки, а это довольно острая тема. Мы делали несколько серий передач и про нейроинтерфейсы, про имплантанты, которыми сейчас люди пользуются. Это как бы острее науки, соответственно, технологии уже развиваются, но все равно это все вышло из лаборатории. И действительно, когда такую тему берем и приглашаем человека, который может доступным языком это рассказать, аудитория это чувствует, они как бы благодарят гостя, получают ответы на свои вопросы. И вот здесь действительно у нас, как у своего рода таких креаторов, как у ведущих, складывается такое чувство выполненного долга, что действительно достигнут, некий эффект социальный достигнут, что мы там получили какие-то вопросы, наш гость постарался на них ответить. Мы сами в процессе подготовки к эфиру тоже разобрались в каких-то темах и постарались каким-то образом, доступным языком это донести до аудитории. Это круто. Вот на ощущение после этого, что да, вопрос это есть, и действительно есть вот этот запрос на то, что приведите, пожалуйста, я сейчас вот подчеркну, потому что школа же для молодых ученых, как я понимаю, очень часто мы слышим запрос на то, что приведите, пожалуйста, молодых ученых, вот где вот наши вот эти отечественные разработки, вот почему они сидят в лаборатории, приведите их, покажите, пусть они расскажут, а что у нас там физики, а что с суперкомпьютерами, а где квантовые компьютеры. У нас есть несколько постоянных слушателей, которые просто в восторге от любых математических тем, от физических тем. И они буквально каждую передачу накидывают какие-то вопросы и даже имена и просят сделать, пожалуйста, выпуск про это. Вот мы ждем. Здесь мы действительно понимаем, что есть запрос на молодых ученых, люди хотят слушать про них, люди хотят, наверное, чуть больше понимать в каких-то областях, с которыми они действительно не сталкивались и это им недоступно, может быть. Они занимаются своей работой и вообще далеки от науки и какого-то такого, ну, может быть, даже фундаментальных каких-то исследований. Вот. И поэтому складывается ощущение, что действительно популяризация в этом смысле нужна, очень важна, а при чем здесь личный бренд. Опять-таки, не все ученые, как мне кажется, не все молодые ученые следят за этим, за своим формированием личного бренда. Не всем это действительно нужно, потому что очень многие, как вот коллега уже говорил, очень многие прикреплены либо к бренду большого вуза, либо они, ну, фактически выстраивают какую-то цепочку серьезных результатов. Это может быть бренд серьезных журналов. Это может быть... Это кто? Хулиганец. Так. Продолжать? Отлично. Очень жаркая дискуссия, тут уже дымится. Да-да-да. У кого-то подгорает. И действительно, как я и сказала, то есть это может быть бренд университета, бренд высокорейтингового журнала. Это может быть бренд даже ученого, с которым там молодой ученый работает, например. И он может не развивать свой личный бренд. Но для научных коммуникаторов, для людей, которые работают в СМИ, для научных журналистов, конечно, иногда бывает, ну, скажем, личный бренд молодого ученого упрощает нам работу. Потому что когда мы берем молодого ученого, у которого выстроен свой личный бренд, это становится, во-первых, более, наверное, привлекательно для аудитории, потому что кто-то из аудитории, например, уже про него знал. Может быть, какие-то родители про него знают, которые пытались как-то своим детям показать его. Ну, то есть это упрощает нам работу. Но мы, например, не будем искать там легких каких-то путей. Мы с удовольствием вот с моим коллегой и автором передачи ищем новые лица какие-то, которые еще не имеют своего выстроенного личного бренда, но, допустим, об этом задумываются. Мы всегда обращаемся к университетам, стараемся тесно работать с пресс-службами, стараемся спрашивать, а какие есть ребята, которые только что защитились, какие есть интересные исследования, интересные гранты, про которые хотелось бы дополнительно рассказать. Нам бы очень хотелось приглашать новые лица, желательно молодые, лучше даже, если это будут коллективы. У нас очень много было таких эфиров, когда приходил не один спикер, а сразу несколько. Даже я так был. Да. И мы тоже как бы охотно проводим такие передачи. В этом плане нам очень помогает работа пресс-служб различных вузов, потому что мы всегда пытаемся выяснить, какие сейчас проекты интересные, а чем занимаются ребята, появилось ли, например, у вас что-то новое в рамках вуза, образовательная программа, уже на ее основании выпускники продолжили, например, свои исследования. И вот я думаю, что продуктивно будет дальше также работать. Мы про это сегодня еще поговорим, и про внутренние коммуникации, и про пресс-службу по работе. Глеб Сергеевич, хотел бы что-то добавить. Как говорят, я хотел бы соотнестись с частью того, что было сказано. Вы говорили про то, что в результате по итогам не очень конструктивно настроенная аудитория, которая задавала провокационные вопросы, все-таки ее ученый переубеждал и настраивал на свой лад. Я бы, наверное, назвал это одним из ключевых скиллов, который должен быть у любого ученого. Это умение рассказывать истории, уметь не только с помощью своей харизмы, но и логики, и просто умение рассказывать, объяснять абсолютно сложные вещи. Это лежит, мне кажется, вообще в базе построения личного бренда. Просто есть еще, я тут поспорю с самим Андреем Игоревичем, на мой взгляд, некая искусственность постановки вопроса, нужен личный бренд ученого или нет. Потому что если мы посмотрим, в принципе, на личные бренды, вокруг нас их очень мало. То есть очень мало людей, про которых ты говоришь, там, не знаю... Ну, если бы вы посещали предыдущую лекцию, то можно было бы сегментировать, например, бренд в определенной целевой аудитории. И твое профессиональное сообщество — это тоже аудитория. Аудитория. Извините, что перебил. Ну, это скорее профессиональная репутация, я бы это так называл. Просто личный бренд — это нечто, работающее в максимально широкой аудитории, когда ты с помощью, ну, как бы, тебя такой, какой ты есть, ты можешь делать больше, чем кто бы то ни был. Ну, например, Тина Канделаки — это классный, развитый личный бренд, который только потому, что это Тина Канделаки, может делать те вещи, которые, допустим, Глеб Федоров пока не может. Ну, я никогда и не смогу быть таким классным личным брендом. Но я просто к тому, что первый, наверное, лайфхак, который хотелось бы предложить тем, кто вообще задумывался о построении личного бренда, это не хотеть строить личный бренд. Вот. Здесь скорее нужно ориентироваться на то, о чем говорилось про радиопередачи. То есть умение сначала развернуть ситуацию, ну, как бы тебя не слушают, а ты так увлек, что за тобой потом бегают и приглашают еще куда-нибудь что-нибудь прокомментировать. То есть вот начать с этой базы, с которой практически у всех, с кем мы взаимодействуем, и с профессиональным сообществом, ну, есть проблема. То есть для того, чтобы отобрать трех героев рекламной кампании, мы перебрали сотни молодых ученых, и это прямые звонки, и при интервью объяснить, что вы делаете. Не могут объяснить, что делают, даже несмотря на то, что мы, в общем-то, давно работаем с наукой, то есть уже там второй год, одиннадцатилетие пошел. Как-то так. Все так яростно похватаете микрофон. Да, давайте, давайте яростнее, у нас дискуссия же. Сейчас опять объявят пожарную тревогу. Вот, хотел сказать, опять объявят, и мы не успеем сказать. Я бы хотела продолжить относительно того... Лучше возразить, так интересно. Ну, хорошо, да. Больше драмы. Нет, скорее всего, все-таки остановимся на продолжить. По поводу... А есть ли вообще запрос, да, из чьей стороны, на ученых, собственно, на их исследования, на их рассказы про свои исследования? Вот Вера говорила о том, что есть у них постоянные слушатели научной передачи. Я бы хотела привести такой пример. Мы делали... Я же могу какие-то бренды называть, да? С радиомаяк. Программу. Стилавина и его друзья. И, собственно, эта передача не про науку, не про ученых, не про какие-то исследования. Но ряд выпусков, которые мы вместе с ними делали, он был посвящен именно конкретно ученым, их разработкам. Понятно, что мы старались максимально, ну, как-то популяризовать тему. Интерес у слушателей вызвать. То есть химики у нас рассказывали про алкоголь, про еду, как не передать перед Новым годом и все такое. Но, тем не менее, собственно, я хотела сказать, что даже вот эта вот аудитория, которая, в принципе, шла слушать не ученых, она шла слушать какую-то развлекательную программу, и здесь появлялись постоянные слушатели. И бывало так, что вопросы, которые поступали ведущему, ну, то есть они, как бы, количество вопросов превышало, как бы, то эфирное время, которое, собственно, могли себе все позволить. Вот. Это, собственно, к тому, что, ну, вот, как бы, запрос есть, Андрей Ильич. И не только у тех, кто слушает научные передачи на постоянной основе. Ну, здесь надо точно прорекламировать передачу, Вер, как называется, и радиостанции передачи, тогда уж. Нет, ученый свет. Ты говоришь, Москва, ученый свет. Ученый свет, да. Я, кстати, хотела бы дополнить, что, действительно, вот, уже, то есть не как радиоведущая, а как сотрудник политехнического музея. У нас очень многие научные сотрудники, и да, в музее, кстати, есть научные сотрудники с различным бэкграундом. Это и физики, и химики, и историки тоже. Лучше бы там строителей было больше. Очень-очень многие сотрудники научные приходили как раз-таки на радиостанцию «Маяк». И там, ну, очень много можно найти сюжетов, когда как раз-таки научный сотрудник музея объяснял, как работает тот или иной механизм, который был там, допустим, изобретен, не знаю, паровая машина, фотоаппарат. То есть это же тоже когда-то все было острее науки, да, это прорывные когда-то были технологии, и никогда не поздно окунуться немножко назад. А как тогда это было сделано? Кто этим вообще занимался, и кто помог этой технологии выйти в массовое использование? Никита Владимирович, на Вас хотел перекинуться с вопросами. Вы у нас здесь олицетворяете непосредственно объект, наверное, здесь, да, не субъект, объект исследования, обсуждения. Ученок, во-первых, кандидат физмат-наук, выгодитель большим комплексом, мегаустановкой, а то в будущем и не одной, и еще председатель декорационного совета. Это сами по себе яркие ребята, яркие ученые, и самое главное, за ними стоит сообщество. И вот со своего положения, что ли, а самим ученым, нужно ли, если мы говорим про личный бренд, аспект, не знаю, публичности? Вообще, есть ли запрос уже изнутри этим заниматься, выходить в другие целевые аудитории, или это все те, кто подвержены, не знаю, как вот на лекции Андрея было, популяризаторы или просветители, у которых есть такой позыв внутренней интенции этим заниматься, или это все-таки важно в какой-то степени всем ученым? Спасибо, Андрей. Мне кажется, это действительно важно. У нас наконец секретарь совета пришла, я теперь могу говорить, она отслеживает, чтобы я ничего не сказал лишнего. Протокол, да, все вносим протокол. Поэтому я теперь могу начать говорить. В общем-то, мне кажется, действительно, сегодня, вот здесь я как раз бы позаразил коллегам, которые до меня говорили, что вперед должно идти открытие, вперед должны идти бренд организации. Я это рассматриваю как как раз то, что делает человека ученого тем ученым, которого начинают уважать. То есть все-таки я сторонник того, что популяризировать надо через людей. Понятно, что кому-то интересно прочитать про исследования, но намного интуитивно, намного проще популяризировать профессию, достижение через человеческий образ, как мне кажется. И вот, например, вчера мы собирались в Курчатском институте, у нас отмечалось 7-60 лет запуску первого в Евразии реактора F1 ядерного, который Курчатов запускал. Мы с ребятами собирались, обсуждали разные вопросы, они говорят, слушай, по-моему, в институте появились значки Курчатского института, где их достать? Вот сегодня мы уже их смогли раздобыть. У молодежи есть запрос. Я видел, люди в толстовках ходят, организации там. То есть есть запрос на то, чтобы каким-то образом приобщить себя к науке, никто не стесняется того, чтобы ходить в толстовке или в футболке или со значком какой-то научной организации. Это уже хорошо. Значит, люди себя с наукой отождествлять не боятся, им не стыдно. И это здорово, потому что наука становится сегодня действительно все более модной, популярной. Конечно, у меня есть до сих пор вопросы. Например, почему, меня это возмущает до глубины души, почему столько людей в России ходят в футболках НАСА? Я вот за этот вопрос задал. Я не понимаю, почему, потому что в моем мировоззрении, подожди, Глеб, в моем мировоззрении Роскосмос и НАСА это одно порядок успешности организации. И почему тогда вопрос? То есть это значит недоработка какая-то, популяризаторов ли, компаний ли, я не знаю. Ну то есть мне сказали, потому что их бесплатно, мол, раздают, поэтому все в них и ходят. А в Роскосмос? Нет, даже покупают. Нет, я к тому, что мы нарисовали, сделали, сейчас печатаем мерч науки, десятилетия науки, поэтому частично исправим эту историю. Берем публичные обещания. В футболке и толстовке НАСА появились в одном, в одной сети магазинов, не будем ее называть, и они там были по крайне доступной цене. Ну вот об этом и речь. Такая история. Вопрос про то, что я уже поговорил с ребятами из Роскосмоса, они обещали обратить на это внимание, хотя сказали, что есть там какой-то космомагазин специальный, где все продается, но значит надо расширять, безусловно, чтобы люди на улицах хотели носить подобные вещи. Это вот первая мысль, к которой я хотела привлечь. Вторая, то что… Можно, да? Нужно. И снова здравствуйте. В общем-то, пока нас не было в эфире, мы узнали, что у нас в зале есть одна футболка Роскосмоса. Это действительно хороший сигнал, как мне кажется. Хочется сказать, на самом деле, второй тезис, который я хотел озвучить, то что действительно сегодня общаться с людьми, которые не занимаются наукой, рассказывать им о науке, это крайне важное дело, потому что есть много разных отраслей, сфер, которые между собой постоянно конкурируют за популярность в обществе, за бюджеты и так далее. И наука, на самом деле, одна из таких сфер. Поэтому если общество не будет понимать, зачем нужна наука и что она позволяет сделать, то, образно говоря, проект строительства синхротрона, который я там планирую, мы создаем где-нибудь в подмосковном портвино, он не пройдет общественные слушания, потому что люди не понимают, зачем им нужен синхротрон, и почему здесь не построить детскую площадку, например. И в этом смысле ученый, как мне кажется, каждый ученый, он должен быть неким амбассадором науки. Я не хочу сказать, что личный бренд, не личный бренд, но бренд ученого, как амбассадора своей профессии, это, безусловно, важная штука. Потому что среди всего того контента, который сегодня валится на всех нас, из всех возможных источников, естественно, человеческий мозг с наибольшим удовольствием воспринимает то, что требует меньше всего энергетических затрат. Так устроена физика. Это принцип минимума энергии. То, что проще всего заходит, то и хорошо, то и приятно. Наука среди этого, естественно, занимает одно из последних мест, потому что она требует определенного мыслительного процесса затрат энергии. Поэтому вот это, знаете, силы трения покоя, образно, когда ты не можешь сдвинуть шкаф, что может помочь? Любопытство. Любопытство может стать как раз той движущей силой, которая сдвинет эту силу трения покоя, позволит начать двигать какой-то контент в массы. И вот если правильно доносить так, чтобы людям было интересно до них научную повестку, я думаю, что вполне по силам ученый может продвигать в том числе и бренд свой, и науку, которую он двигает. Я полгода назад попробовал, завел свой телеграм-канал, и завел это именно, знаете, как вызов, возможность попробовать пообщаться с людьми, и попробовать вообще, можешь ли ты им рассказать, чем занимается ученый, можешь ли ты интересно рассказать, что ученый — это интересная профессия. Я начал писать, пошла обратная связь. Скучно, очень скучно, заумно читать просто невозможно. Это секретарь, наверное. Ну, это да, это наши коллеги говорят плохо. Хорошо, упростил язык, постарался перейти на более такой сленг, который понятный, который, ну, действительно, может быть проще читать. Сказали, все классно, теперь понятно, но слишком приторно, сладко. Все так хорошо у вас в науке, не бывает так, типа. Ну, правда, не бывает. Поэтому начали, значит, рассказывать о каких-то неудачах, там где-то что-то не получается. То есть, действительно, хочется рассказывать о науке, как она есть, потому что это классно, и люди, которые работают в науке, они все клевые. Поэтому мне кажется, что, вот я повторюсь, мой основной тезис, который я хотел бы озвучить, что ученый как амбассадор бренда профессии исследователя. Вот это очень важная штука. Личный, неличный, наверное, не так критичный. Прямо этот бит почти получился. Песню про слона хотите, Галип Сергеевич опять? Трагантериев его, как сейчас помню. Никит, да, правда, ведешь свой телеграм-канал, да, мы все подписаны, если вы не подписаны, подпишитесь. Никита Марченков, можно в телеграме вбить, и найдете его канал. И вот к этой деятельности вроде кажется по разговору как-то внутри йокает, самому хочется заниматься. А привлекаете ли коллег к этому? То есть, как не то, что… Знаешь, бывает, есть такое мнение, что те, кто в профессиональном сообществе, те, кто там как бы выдаются вовне и занимаются там популяризацией, лекцией, не знаю, сайн-слэм и телеграм-каналы, еще другие запрещенные соцсети ведут, они как будто бы уже и не ученые, они больше времени… Знаете, как в том анекдоте, я умный или красивый, не могу определиться. Так вот, есть вот такое полярное мнение. Но вот вы когда с коллегами это обсуждаете или как-то мотивируете их так же выходить в публику? Ну, конечно, да. Но на самом деле это, мне кажется, какое-то заблуждение о том, что это не ученые. Вот тот же Леша Федоров, он один из крутейших ученых. Тут недавно как раз мы подводили итоги первого года десятилетия, и там был топ наиболее упоминаемых в России ученых, современных. Вот Леша Федоров был точно в топ-5, я не помню, какое место, но он реально его считают настоящим ученым, при этом он уделяет достаточно много времени популяризации. И я тоже вот часто сталкиваюсь с такой ситуацией, знакомишься с людьми, с незнакомыми, говоришь, я ученый. Говорят, ничего себе так и не скажешь. Думаешь, обижаться или вообще что? Они говорят, ну, ученые обычно совсем другие, нам представлялись. И это, конечно, очень обидно, то есть вот на конгрессе молодых ученых в Сочи было 4 тысячи молодых ребят, которые, по сути, каждый из них, безусловно, яркий человек, который может рассказать интересные вещи, который может, не знаю, привлечь молодежь в науку, детей захотеть, заставить, захотеть становиться учеными. Поэтому, мне кажется, просто этих людей, им надо давать больше возможностей, через разные форматы, на радио сходить к вере, мы сейчас развиваем там научное волонтерство, помочь там включить, вовлечь, чтобы школьники там какой-нибудь эксперимент сделали вместе с настоящим ученым. Вот, пожалуй, форматы, как можно больше форматов, вот этих вот, которые станут движущей силой, которые позволят преодолеть эту силу трения покоя. Метафора, конечно, нравится. Я не могу. Андрей, как непревзойденный, наверное, эксперт, несомненный эксперт в области научной коммуникации, тут хочется, наверное, мне больше получить ответ на свой вопрос, потому что нас смотрят и будут смотреть в том числе и сообщества университетские, ядерная аудитория, студенческие научные сообщества, это люди, которые организуют какие-то процессы внутри, в связи с своим видением, целями, задачами и так далее. Я тоже так случился, что в университете занимаюсь тем, чтобы как можно больше студентов в то время, пока они находятся в безопасной среде университета, занимались тем, что действительно можно и нужно делать в университете, в том числе наукой заниматься. Как выстроить или какие форматы есть, запускающие вот этот процесс, чтобы студенты, молодые ученые, потому что многие студенты уже ученые на момент учебы. В нашем университете и в вашем, я уверен, тоже, они часто в момент даже бакалавриата становятся первыми авторами в КО-1. То есть, как один из критериев того, что тебя приняло сообщество, и ты можешь на достаточно высоком уровне коммуницировать и свои результаты представлять. Так вот, тоже в режиме каких-то инструментов, как можно запустить, на что реагируют студенты, как вообще в целом заставить их выходить, ну как заставить, плохое слово. Не то и коннотации, но ты меня понял. Спасибо большое. Я отвечу скорее как практик, не как самоисследователь, потому что у нас 50 тысяч студентов, ну и, в общем, все, о чем ты говоришь, как это отзывается в сердце. Значит, но когда мы все это начали, год назад мы привели опрос среди стажеров и исследователей лаборатории. Это магистр бакалавра, находящийся в позиции стажер в лаборатории. Мы им предложили список компетенций soft skills в области, вот всем, чем сейчас занимаемся научной коммуникацией, и они их рейтинговали, оценивали, что хочу, не хочу и так далее. Личный бренд оказался на последнем месте, почти ноль. На верхних местах оказали, сейчас я прокомментирую, я был очень удивлен этим. На первых местах были вещи очень практичные, прагматичные, карьерно ориентированные, то есть уметь знать, владеть и так далее. На втором месте, на третьем, популяризация вдруг неожиданно, но почему-то личный бренд внизу. Вот я когда начал думать, почему он внизу, я думаю, есть две причины, я буквально два слова скажу, два тейса. Во-первых, у них искаженное представление о самом выражении личный бренд. Я думаю, то, что мы говорим, надо, может быть, как-то перебрендировать это все. Ну, я не знаю, что-нибудь. Потому что мы уходим же в пиар, а личный бренд в пиаре, или там, это блогер с негативной коннотацией, это Бузова, который в Инстаграме, кстати, писал про науку, я не знаю, вы видели, благодарил ученых там в Томске за то, что они, ну, это были специальные посты такие, промо, неважно. Я думаю, что, во-первых, личный бренд не очень позитивно воспринимают именно как вот маркирующее что-то такое продажное. Что требует продажи, да? Да, а они же нерды, они в лаборатории, они настроены на Q1 и так далее. Поэтому я нашел два аргумента, чтобы с ними общаться на эту тему. Пункт первый, и об этом сегодня пока не говорили, личный бренд может быть очень эффективен внутри научной коммуникации. Не коммуникации с обществом, а коммуникации внутри науки. Ну, например, если исследования не будут долго, что введение Твиттера повышает вероятность нарастить хирш, по-моему. Ну, короче говоря, тебя знают твои, но кто тебя не читает? Но через, ну, все понятно, как это работает, да? То есть, ResearcherGate или, не знаю, есть российский аналог, Science ID и так далее, такие платформы научной коммуникации внутри науки могут расширить твои возможности, и это уже лайфхак, да, оказаться в какой-то кооперации с другими учеными в соседней лаборатории, в новом проекте, в который тебя позовут, потому что тебя узнают, или просто повышает шанс твоей статьи быть прочитанной, или просто замеченной и так далее. То есть, это очень простой аргумент, о котором они отчасти не думают, потому что им кажется, что их направит кто-то на научную, внутреннюю научную коммуникацию, или кто-то сидит и методично читает все журналы по физике, все статьи, которые сегодня вышли, и так делают без остановки. Раньше такие люди были, те, кто реферировали журналы, но сейчас, понятно, о том, что когда они могут думать о личном бренде, они, мне кажется, должны думать, это моя личная точка зрения, не о когнитивном, а о эмоциональном воздействии. То есть, мне кажется, что если они хотят сделать народ, аудиторию, снобизм проклятый, аудиторию умнее, то они должны, наверное, писать лекции, записывать подкасты, действовать через регистровые методы, ну, или хотя бы комиксы рисовать научные. А если они хотят создать то, то, что в старом языке называлось создание позитивного образа одного ученого, это, кажется, было записано в стратегии национального, в стратегии научно-технического развития и так далее. То есть, это довольно простая вещь, хорошо относиться к ученому и создавать новый социальный базис, договор, уважение, признание, особенно новых областей, знаний и так далее. Вот это задача, которые сами ее осознают, что они личным брендом могут, ну, не столько, я бы сказал, нарциссизмом своим заниматься, сколько работать на именно образ. И тут коллеги называли три вида образа. Образ науки, образ цеха в целом, корпоративный, точнее говоря, академический образ, например, химия как химия. Второй – это организационный образ, какой-нибудь химии, им никого не будет, да? Прости, пожалуйста, я только социологически знаю. И третий – это конкретно, там что-то другое. То есть, все эти разные варианты воплощения, они, мне кажется, все прекрасны, на самом деле. Но надо просто, может быть, тренировать свое представление и, может быть, менять отношение к этому предмету, что ты работаешь с аффективной системой общественной, с эмоциональной. И поэтому вот в канале, в некоторых каналах так много эмоджи, и смайлов, и каких-то графических элементов. И где-то есть фотографии, где-то есть кружочки, ты сейчас кружочек записала для своего канала? И так далее. То есть, это не чтобы сделать людей умнее. Это чтобы добраться через эту толщу информации, в их внимание. Ну, в общем, это уже правила не науки, это правила шоу-бизнеса или как бы медиа-сферы. И просто, если в этом процессе понимать задачу, еще раз, задачу, просто чтобы люди, ну, как минимум, не боялись той области науки, которую представляют ученые. А как максимум, может быть, даже отдали бы своих детей на эту программу бакалаврскую. Так, ну, можно как самый научный коммуникатор из всех присутствующих подхвачу то, что сказал Андрей. На самом деле, это вот то, что я имел в виду под рассказыванием истории. То есть, история запоминается, прежде всего, эмоционально и даже науком. Буквально сегодня звонили коллеги из Тюменского госуниверситета, поделились новостью. Они открыли вирус герпеса на губах у лягушек. Вот. То есть, нельзя все-таки целоваться с ними, можно герпес подцепить. Или еще одна вирусная новость, ну, которая стала вирусной, это то, что они же открыли новый вид клеща, назвали его в честь Цоя и приурочили это как раз ко дню рождения Цоя. то есть, умение мыслить действительно эмоционально это тот скилл, я даже не знаю, ну, это эмоциональная эмпатия, которой действительно стоит отдельно на него обратить внимание, потому что чаще, чаще всего, ну, вот, когда мы берем какое-то приинтервью или с кем-то общаемся из науки, коллеги пытаются пробить стену непонимания логикой, ну, как же, ну, это же крутое открытие, но оно не цепляет там бабушку, идущую мимо билборда, пока она не поймет, что, блин, ну, картошка дешевле станет, если она будет отечественной, условно говоря. Так что полностью поддерживаю. Спасибо. Мне просто очень понравилась мысль про то, что личный бренд ученого в профессиональном сообществе очень классный, вот то, о чем я говорил, что если для общества мне нравится бренд ученого как амбассадор профессии, то в научном сообществе действительно личный бренд начинает играть роль уже для того, чтобы ты был успешен в своем сообществе. Ну, все же, Андрей, если вернуться к истории внутри университета, да, у вас огромный университет, и еще раз кажется, что вы перепробовали примерно все практики, и вот уже поделись, значит, пену, если снять, как вот эту, как вид деятельности, да, чтобы студенты уже за момент нахождения в университете проходили этот путь, пробовали себя в той или иной роли, позиции, инструменты применяли, что может стригерить вот эту ситуацию, можно ли ее поместить, например, в текущий образовательный процесс, или должен быть факультатив, или это должно быть удел сообществ, тогда как они должны появляться, как инициируются. Это сложный вопрос, потому что внутри вышки очень много академических культур, у нас есть спутники, истории, историки, филологи, востоковеды, химики, все кроме стоматологов, если просто говорить, что у нас есть такая база, а может быть и есть, просто я не знаю, онкологией занимаемся, у всех культур свои разные отношения к этому, есть закрытая, открытая, есть как бы большинство лабораторий, это скажу неаккуратно, но все-таки не приветствуют, чтобы вот их молодые ученые тратили время на селф-пиар, и там всякие блогер, понимаешь, у них на кайфедре завелся, ну так, условно, я утрирую, конечно, но в целом это не целевое расходование своего рабочего времени и так далее. Чтобы преодолеть это, мы пробуем, я могу сказать, мы нащупали точно одно механизм, но что мы делаем, во-первых, мы стимулируем, извините, деньгами, все-таки школа экономики, например, ввели конкурс три года назад за лучшую научно-популярную работу на русском языке, и туда и студент, и преподаватель, ну, студент, нет, скорее, студент, работающий в лаборатории и выше, преподаватель, вплоть до профессора, может подать все, что он делает, серию подкастов, монографию, какую-то публичную монографию, все что угодно, комментарии в газете, колонку и так далее, и комиссия отбирает, и по каждой из наук в конце года мы определяем лучшего и так далее. Второй вариант, мы вышли к студентам этому проекту всего год, и он пока неоднозначный, ну, я не могу сказать, что он мне прямо, я понимаю, но мы пишем студентами мини-подкасты семь минут, студент рассказывает семь минут о своей выпускной работе или курсовой работе, что-нибудь, что он уже сделал, и первый раз пробует, вот, одевает наушники, в студии, и вот об этом рассказывает, без тренировок, мы понимаем, что мы, в общем, ну, как бы первые, кто зашли к ним с этой идеей, мы выращиваем кого-то, кого потом Вера позовет к себе на эфир. Обязательно. Вот. И выращивается плохо, потому что, ну, понятно, это страшно, это есть какой-то, этому не учат, вот, отвечая на вопрос, Андрей, этому не учат, мы же не можем актерское мастерство и сценическую речь всем, хотя хотелось бы, но у нас нет, мне кажется, лаборатории нас не поймут, если мы всем это будем делать. У нас есть сквозные предметы по научной коммуникации в разных вариантах, вот онлайн-курс по soft skills запустили, где есть разные блоки. Пока это опционно, это факультативно. То есть студент может это взять, если он только чувствует, что он готов к этой, ну, не карьере, а аспекту публичной карьеры. То есть университет что-то предлагает, но в целом, на самом деле, очень много от энтузиазма зависит. И от позиции микроколлектива научного. Если он в целом, микроколлектив, относится к этому хорошо, если там есть кто-то из взрослых, кто находится на публичной позиции, например, там на канале Комитер БК, не знаю, а комментирует там волатильность валюты, то вот в этом коллективе с большей вероятностью вырастет молодой ученый, который тоже пойдет по стопам, стопам личного брендирования. Но ты сейчас говоришь про инструменты вузовские, то есть, грубо говоря, сверху. Сами появляются ли инициативные группки, сами ли не начинают предлагать, а давайте сделаем подкаст такой сякой, давайте сделаем наушные бои такие сякие. Мы объявляли два года конкурс на такие идеи, мы собирали идеи снизу, что называется. Это были очень крутые проекты, но они были очень герметично закрыты. Это были экспертные подкасты с очень сложным языком, свои для своих, и обычно со своими в студии. То есть, в этом смысле, те ученые, по крайней мере, кто к нам выходит, они заранее сразу не формулируют задачу, что я хочу покорить медиамир, я хочу быть на первых полосах всех федеральных публикаций. Я думаю, потому что они нормальные, потому что они изначально, как аспиранты, социализировались в культуре с начала академии, а потом на каком-то уровне уже рефлексии с помощью этих школ, школ научного СНО, они поймут, что нормальные сейчас трансформируются в новую нормальность и в зависимости от поддержки общественной. То есть, твой рецепт заниматься этим целенаправленно со стороны университета, тогда будет счастье? Отлавливать, улавливать и поощрять, но не переборщить, потому что, действительно, если мы переборщим с поддержкой медийности и будем выращивать... Если мы нарушим научное соревнование, об этом, когда в Сочи говорили, научная кооперация основана на определенном процедурах публичной критики, не публичной критики, если мы ее нарушим, привнеся туда эти моменты медиа умноваемости и так далее, это надо очень аккуратно с этим быть. Глеб Сергеевич, добавить? Мы с Никитом Владимировичем еще в год науки и технологии думали, как бы нам начать... Как бы он закончился скорее. Да, но сейчас он продолжается. Сейчас же как все говорят, сейчас же говорят, десятилетия года науки и технологии. Ну вот. Как бы подступиться к тому, чтобы немного медиатизировать наших ученых, ну то есть как бы дать тому, кому нужно, нужный, необходимый объем медиаскилов. В принципе, мы, поскольку эта задача многосоставная, мы сейчас к ней начали подступаться и начнем, наверное, с небольшой школы научных блогеров. сейчас проработки проекта. Я думаю, мы скоро его, даже может быть, какой-то внутренний конкурс при сообществе объявим. Просто мне кажется, я здесь, опять же, поддержу Андрея, здесь все, во-первых, аудитории запрос на нормальность и на нормальную искренность. Ну как бы фальшь считают сразу. Поэтому как только кто-то начинает скорее делать себе там имя, ну, думает, ну, ты лучше наукой пошел позанимался, с одной стороны. С другой стороны, те, у кого есть предрасположенность, ну, как бы желание чем-то поделиться, сценарий написать, там, я не знаю, сериалов классных про науку еще пока нету, то эти возможности тоже должны быть. И мы по мере силы возможностей и как оно у нас приоритет, и оно Ире, сейчас вот на этой же площадке проводили вот там в августе воркшопы, где знакомили ученых с там медиарынком, продолжили это делать на конгрессе молодых ученых. Мы это продолжим делать для того, чтобы был все-таки баланс. С одной стороны, те, кто на вот свободном рынке снимает контент, где так или иначе задействована наука или ученые, чтобы они не косячили, ну, вот как привлекались консультанты и привлекаются для съемок фильмов о войне. Также, на мой взгляд, институт научных консультантов тоже должен быть. Мы тоже там над этим работаем. А с другой стороны, чтобы все-таки вот эта медианагрузка, популяризация, она не шла в ущерб основной работе ученых, чтобы не было такого какого-то перекоса, как это бывает у некоторых преподавателей, у многих преподавателей, когда у тебя головая нагрузка огромная, но ты еще в науку должен что-то делать. Вот. Как-то так. После ваших речей, Глеб Сергеевич, все хватаются за микрофоны. Никита был первый. Ну, это же хорошо. Я надеюсь. Я, на самом деле, просто поймался тоже на мысли, то, что личный бренд ученого сложно, наверное, сформировать, потому что тебе нужно, с одной стороны, поймать человека, который успешный в науке, потому что, ну, нельзя, наверное, человек, который совсем не занимается наукой, сделать ему личный бренд, как бы он этого не хотел. Да, я вспомнила, вот мы как раз в прошлом году делали проект на острие науки, мы взяли какое-то некое правило, что мы будем приглашать на лекции людей, либо которые получили премию президента для молодых ученых, либо которые получили гранты президентской программы РНФ. Это стало для нас такой галочкой, то, что это ученый, который уже сертифицированный, не сертифицированный, признанный, да, который действительно уже сделал что-то большое. И дальше как раз, наверное, история про то, что как раз говорил Глеб, то, что надо этим людям прививать умения, интересно про это рассказать. И вот, наверное, в этом и есть сложность. То есть тебе нужно с двух сторон одновременно заходить и искать именно вот тех звезд, которые на стыке появляются. Если говорить вот про тех, как мы говорим рок-звезд, то, что ученые должны стать там рок-звездами, то в первую очередь они должны сначала научиться играть на гитаре, потому что опять же, как сказал Глеб, тут легко фанеру сразу почувствуют. И поэтому, наверное, в этом и заключается основная сложность. А, соответственно, такие структуры, как нацприоритет, их задача вот этих вот тех, кто научился играть, еще научиться, научить их еще и на сцене держаться. И тогда у нас будут классные мощные концерты. Да, по поводу интервью метров, целый стратокастер, служба огромного нештет, что добавить хотели. Ты просил поспорить антитезу? Абсолютно, абсолютно. Глеб говорит про школу блогеров, и так далее. Я бы хотела привести пример. Мы когда-то, ну, несколько лет назад, как пресс-служба университета, тоже озадачивались этим вопросом и тоже пытались собирать наших молодых ученых, приглашали журналистов, чтобы они рассказали, собственно, ученые. А зачем в принципе нужно сотрудничать, что журналисты, они не страшные, они работают не для того, чтобы ученого обидеть, а наоборот, как бы их задача рассказать про эти научные исследования, как нужно рассказывать и так далее. наши ученые послушали, сказали, да, хорошо, все классно, все замечательно, но зачем нам это надо? То есть вопрос остался, потому что ни журналист, ни блогер не являются для них, ну, скажем так, неким авторитетом, за которым нужно следовать и к которому нужно прислушиваться. Поэтому мы вот на следующий год запланировали, может быть, анонациональные приоритеты как-то нас в этом поддержат, и мы к вам присоединимся, то есть сделать, не знаю, школу, мастер-классы или что-то еще с привлечением именно вот ученых, которые будут авторитетами, которые занимаются популяризацией, которые расскажут студентам, не знаю, каким-то аспирантам, зачем это, собственно, нужно? Ну, вот продолжение, наверное, того, о чем мы сейчас говорим. Давайте сделаем. Я по прошлой жизни немножко извините, я по прошлой жизни немного востоковед, китаист, и когда мне нужно было А где же вы учились? А? Где же вы учились? Я учился в Андрея Игоревича на Камон. Короче, в здании Горного университета. Бесис, ага, продолжайте. Да-да-да. У вас почему-то сложность произношения. китайский язык, который я и закончил. Так вот, история о чем? Для того, чтобы себе в редакцию в «Раши мюнди хедлайнс» найти человека, который может писать классную аналитику на, ну, как бы пророссийско-азиатские отношения, самый действенный способ оказался собрать медиашколу «Востоковеды». Собственно, Наталья, она была сделана прямо вот по тем лекалам, которые вы искали. Мы отобрали шесть крутых уже состоявшихся в медиа «Востоковедов». Там эксперты-коммерсанта, Карнеги, спутника и так далее, и так далее. И прогнали через эту школу тех, кто выиграл в, ну, как бы, место одно, там, 30 человек, по-моему, на место у нас в итоге оказалось. Очень высокий конкурс. А потом эти ребята еще и в федеральной СМИ устроились на работу. Поэтому давайте делать, мне кажется, вот это вот то, что нужно. Вот, извините, Вера. Вера. Ничего, ничего, все нормально. Коллеги, я хотела бы тут добавить один момент, или даже два момента, и Глеб Сергеевич и Андрей Александрович уже упомянули про то, что действительно важны софты, soft skills, которые могут пригодиться потом человеку, который себя будет строить в науке, если он захочет строить свой личный бренд. Мы здесь забываем как раз еще про преподавание. То есть я сейчас скажу как раз от лица вот как бы химика своего базового, со стороны своего базового образования, я, например, преподаю первому, студентам первого курса на химическом факультете МГУ, но студенты эти, они как бы не химики, они инженеры-геологи, у них тоже есть химия, там какое-то количество времени мы с ними тратим на занятиях, то есть это первый курс. Обязательно у них, как бы, это уже довольно осознанные люди, они как бы понимают, что им там нравится их профессия, ну, будущая профессия, они порой там задают какие-то вопросы, вообще не относящиеся к химии, и это нормально, это прикольно. Что я хочу сказать, в процессе обучения они там встречают письменные работы, они встречают практическую работу, потому что химики там большую часть времени работают на ногах в практикуме, плюс у них есть так называемые сдачи устных коллоквимов и так далее. Уже на первом курсе понятно, что есть ребята, у которых есть сильные софты, есть ребята со слабо прокачанными софтами, и прекрасно понятно, мне, например, как в этот момент как преподавателю, что программа там, ну, знание программы там на пять условно, но не всегда человек может проговорить то, что он написал. Вопрос на первом курсе, куда им обращаться, и вообще будет ли когда-то заложено может быть даже в образовательной программе какие-то такие истории, где можно как-то софты подтянуть, а может быть это и не нужно. То есть этот вопрос как бы открытый, вот на мой взгляд. И второе, то, что то же самое касается тех же, ну, можно сказать, преподавания, да, и софтов, ведь мы забываем, что, ну, например, вот у меня на химфаке много коллег, я не занимаюсь сейчас наукой, но коллеги являются молодыми учеными, и они и ведут и научную деятельность, и в то же время они уделяют значительное время преподаванию, то есть значительную часть своего рабочего времени. Они не занимаются популяризацией в ее там, в понимании то, о чем мы здесь сегодня говорим, но при этом я вижу, как они много времени тратят своей аудитории именно студенческой, то есть это первый, второй, третий курс, это могут быть уже там и четверокурсники после распределения, это спецкурс и так далее. То есть можно сказать, что они свою аудиторию в каком-то смысле добирают вот теми ребятами, которым они преподают. У них складывается свое собственное сообщество, кто-то берет дополнительное количество групп, кто-то себя развивает с точки зрения новых методик, проработки каких-то новых, я не знаю, там своих, ну, методик, которые они хотят потом дальше, там цикл лекций делать, дополнительные занятия, какие-то факультативные, межфакультативные курсы, межфакультетские. И мне кажется, что это тоже важный вклад в их личный бренд. Да, они могут быть не такие популярные в медиа, возможно, им это не подходит по каким-то причинам, но при всем при этом внутри своего там университетского сообщества они как бы становятся более популярны, то есть про них говорят студенты. Понятно, самая целевая аудитория. И в каждом университете есть, вот у нас завтра, например, будут вручать преподаватель года. И это очень высокий статус всегда, потому что это, правда, главные звезды в университете. И это не только преподаватель, то есть он не только преподает, у него есть отдельная часть времени, которую он тратит на свою научную работу, при этом как-то успевая ее, вот это все совместить. Это, я не знаю, боги тайм-менеджмента, на мой взгляд. Вот. Ну, мне тоже кажется, что это надо учитывать. Возможно, кому-то это будет ближе, какая-то такая преподавательская работа своей аудитории. Да, у нас на самом деле заканчивается время, хотя его достаточно много отъел шестой спикер. Даже не знаю, как ее зовут. Надо хоть выяснить, что это за прожарная тревога. У нее же есть фамилия, имя, отчество. Надо будет затетровать. Наталья Владимировна, вот в режиме практических советов и инструментов, вот что делать молодому ученому, если вдруг позвонили журналисты? А что делать, если позвонили с РНТВ? А как вообще попасть на передовицы телеграм-каналов родного университета? Вот прям в режиме «делай так, не делай так». Даже я не знаю, что делать, если позвонила РНТВ. А мне звонили. И что ты им сказал? Не для эфира. Но вообще, я обычно говорю, когда звонят журналисты, вот контакт при службе. Я так делаю обычно. Правильно ли это? Что еще можно сделать? На самом деле, если мы говорим именно о молодых ученых, то, в принципе, да, это единственный как бы правильный и верный ответ – звоните при службе. Потому что прежде чем общаться с журналистом, ну, так сказать, не в обиду никому будет сказано, нужно сначала верифицировать, что это за журналист и какое издание он представляет. Но, к сожалению, у молодых ученых опыта пока в этом нет или его же очень мало. Поэтому, ну, собственно, да, для того пресс-службы существуют, чтобы быть… Чтобы сохранить вашу репутацию. Абсолютно верно, да. Чтобы сохранить вашу репутацию. Я бы еще хотела добавить, здесь коллеги обсуждали относительно того личного бренда и бренда научной организации. На мой взгляд, молодые ученые должны по максимуму использовать бренд научной организации, вуза, собственно, который они представляют. То есть для них это может быть тем паровозом, который поможет, если у них есть как бы такая потребность, да, продвигать себя, продвигать свои научные исследования, это безусловно поможет и как бы даст им ну, как бы дополнительные преференции, если за ними стоит сильный бренд, ну, не знаю, там, не ту миссис, например. Что бы… Ну, вот посоветовать. Например, вышла публикация. Или я знаю, что выйдет публикация. Или я подал заявку на грант, и тут есть протокол, вывешен сегодняшней датой. Это повод ли обращаться в пресс-службу? Если да, то какие еще могут быть поводы? Я бы сказала, что практически все является поводом для обращения в пресс-службу. Мы со своей стороны уже… Вот опасно. А у них много чего происходит. И это хорошо. Пусть это многое происходит, и пусть со всеми своими инициативами, какими-то статьями, какими-то проектами приходят, потому что именно наша задача найти в каждом проекте ту же мчужину, то интересное, что поможет нам потом рассказать собственно об этих молодых ученых. Андрей просил меня привести какой-то пример перед нашим мероприятием. Я долго думала, в конце концов не продумала, пусть будет без примера, но пока обсуждали, собственно, хотела бы рассказать, и это будет неким таким тезисом, что бренд вуза это хорошо, это как бы сильная помощь, но еще очень важно, что называется, не сидеть на попе ровно и самим что-то делать. В нашем университете достаточно сильное теперь IT-направление, и студенты как-то так самоорганизовались и учредили свой хакатон-клуб. Они собираются, друг друга как-то поддерживают, обучают, именно для того, чтобы потом участвовать в различных хакатонах и... И побеждать. Ну, в том числе и побеждать, да, прокачивать какие-то свои скиллы, может быть, даже какие-то деньги зарабатывать, почему бы, собственно, и нет. И они пришли вот с этой истории к нам. Нам эта история понравилась, тем более, что когда студенты побеждают, это всегда прекрасно, хорошо и замечательно. И мы стали про них писать. То есть регулярно на сайте и даже в СМИ выходят новости о том, что студенты университета что-то сделали, представили какой-то проект, и все это в рамках хакатона. И в результате все это вылилось в совместный проект, сказалось бы, далекой от нас истории, которая называется «Биеннале театрального искусства», которые хотели сделать нейросеть, которая бы, ну, какую-то написала пьесу, собственно, для постановки. И когда они начали сказать, а кому бы им обратиться, и они пришли к нам. Почему? Потому что слишком много в медиаполе было истории про этих студентов. В конце концов, проект состоялся, нейросеть была создана, пьеса была поставлена. Ну, это вот история к вопросу о том, что надо и самим что-то делать, проявлять инициативу, и тогда, собственно, вот, пожалуйста, и про тебя напишут ведущие СМИ. Да вы смоделируем ситуацию. Просто хочется прям конкретно. Допустим, Никита, сотрудник Миссис, допустим. Его позвала… Надо такого допускать. Его позвала Вера в эфир. Что он должен сделать, чтобы максимально эффективно это было для него, как вот, Никита, правильно, мне кажется, очень главный тезис, надо быть амбассадором своей организации, а не личным брендом, потому что это, наверное, эффективнее. И, как ты сказала, когда за тобой стоит огромный бренд уже существующий, университет, да, это самого тебя, если ты с ним ассоциируешься правильно, тебя самого продвигает. Так вот, в этой гипотетической, где моя камера там, ситуации позвали… То есть тебя хантят. В миссис. Ты сейчас мне кого-то предлагаешь. Что ж… Это челночная дипломатия, знаешь, да, когда он бегает между… Я сначала… Первое, что я делаю, это я проверю ассоциацию, как ты сказал, правильную ассоциацию между этим человеком и брендом университета. Может быть, там какие-то нарушения с нами есть. Никит, мы с тобой договоримся. Хоть ты и не сотрудник, договоримся на эфир. Так вот, что… Не знаю. Немного неправильный пример. Неправильный. Какой правильный? Потому что в данном случае мы говорим о Никите как человек, который уже имеет какой-то опыт, какую-то репутацию. Ладно, окей, давай поговорим. Условный чубрик. Позвонили. Чубрик, между прочим, отец десятилетия, не обижаю его. Ну как отец? Чем мы рядом стояли? Но тем не менее. Ну, молодому студенту, вот, не знаю, лаборатория биоинженерии. То есть ему позвонил журналист и хочет пригласить его? Нет, ему конкретно Вера на конкретную передачу хочет позвать. Приличное радио, звучит прилично. Что ему нужно делать? Я просто не звоню. Просто согласиться, потому что хороший уже бренд там стоит. Ну, нет… А вдруг ему бабушка сказала, что позвонить с РЕН-ТВ обязательно? Он убедится, что это не РЕН-ТВ. Да, ну вот, все-таки. Вот для того, чтобы не убедиться, да, чтобы убедиться, что это не РЕН-ТВ, нужно прийти в пресс-службу, и тогда уже, как бы, мы скажем, да, что можно спокойно, как бы, идти на передачу. Это хорошая радиостанция, это положительный со всех сторон ведущий, и уже тогда наша задача просто помочь подготовиться, если есть такой запрос со стороны молодого ученого. Ну, собственно, все. То есть в данном случае мы выступаем неким буфером, да, можно сказать, ну, не знаю, назовите прокладкой или как-то еще, которая помогает, ну, как бы, верифицировать тот источник, то место, куда, собственно, зовут ученого. А вот, Вера, для тебя не… Я прокомментирую. То, что просят, берут паузу, типа, мне нужно посоветоваться. Типа, я вас не уверен, но вообще это как… Если мне позвонят Веру, я бы начал переживать. Например, надо быстрее соглашаться, иначе она передумает. Но если вдруг вот контрагент на другой стороне линии берет паузу, это нормально же? Или как? Это абсолютно нормальная ситуация. То есть если каким-то образом напрямую я вышла к человеку, допустим, я его встретила в какой-то дискуссии круглом столе, либо где-то на лекции, я поняла, что мы как бы не знакомы, я не очень сейчас там понимаю, к какому вузу он относится, либо я прослушала, может быть, я где-то утеряла нить, то я, конечно, подойду и лично познакомлюсь. И это самое эффективное – лично пригласить. Но это нормально. Когда человек говорит, да, было бы интересно, хорошо, скиньте ссылку, я там посмотрю. Я прекрасно понимаю, что человек может не знать передачу, не знать лично меня. Он, конечно, отстаивает бренд, университет тоже. И, конечно, он обратится в пресс-службу, и это правильно, и это нормальная ситуация. После этого он ко мне вернется и скажет, да, я согласен, там такие-то, такие-то даты. У нас, я не помню таких случаев, чтобы прямо мы сказали, а вот теперь нет, все, вы слишком долго отвечали. Нет, ну это невозможно. Это просто невозможно, потому что сетка делается всегда наперед. Планирование всегда идет там, ну, на месяц вперед точно. И ты примерно понимаешь, какие у тебя есть там свободные слоты, окна, и каким образом тебе свою собственную сетку настроить так, чтобы не было химия, 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 и потом одна физика, а потом опять химия. Ну, то есть надо как-то еще разнообразить. Андрей, заметил, социологов не было в этом перешне. Нет, социология у нас тоже была. Я хотел сказать, химия одна у них на радио. Нет, нет, это я просто для примера. У нас там, у нас и истории, науки, техники тоже есть, и социология, науки есть. Конечно, социология, науки тоже есть. Я боюсь так соврать. И историки у нас тоже были, кандидаты исторических наук в том числе. А Никиты еще не было? Вот на этой прекрасной ноте, Никит, мы вас приглашаем. Приглашаем. Все, опять же, публично сделали. Мне это все напомнило, знаете, эту притирку перед свадьбой, когда, значит, присматривается жених с невестой, и, значит, невеста или кто-то должен сходить в пресс-службу, там, к сваху, он там нормальный или нет. И в зависимости от этого, как говорит Вера, определяют дату потом. Я тут, видимо, в роли жениха выступаю. Ну, аналогия похожа. На самом деле, это действительно же взаимная притирка. Ну, то есть ученые смотрят репутацию средства массовой информации, средства массовой информации смотрят репутацию ученого, и если все сходится, то союз удается. Ну, то есть тоже поддерживать этот тезис, что лучше взять паузу, уточниться взаимно. У нас в Курчатском институте точно так. У вас понятно, у вас все строго. Если мы говорим про студента, которому условно перебежал телеграм-канал, быстро за комментарии про десятилетие, условно, и лучше в этот момент посоветоваться. И, опять же, репутация – это то, что очень долго делается, очень быстро разрушается. Хотела прокомментировать. Это супер будет правильно, если, например, молодой ученый или аспирант, он занимается только своей работой научной. Да, она у него интересная. Да, он готов и может это грамотно и правильно рассказать. Он, допустим, даже слышал что-то такое, как личный бренд, и ему, допустим, это близко, как сказал Андрей, отзывается там в сердце. Но откуда ему знать, куда его зовут? Это самое главное. Я не знаю, просто в списке безопасных вещей обратиться в пресс-службу и сказать, а может быть мне что-то дополнительное там еще сказать? А может быть стоит на что-то сделать упор? Потому что люди, которые работают в пресс-службе, люди, которые работают в области научной коммуникации, они лучше знают инфосреду, которая сейчас на повестке, они помогут сделать правильно сценарий или тезисы, где-то что-то подсветить. И, на мой взгляд, это не значит, что ученый будет приходить и только строго под бумажки что-то рассказывать. Совсем нет. Просто ему зададут правильную рамку. И это как бы корректно. Я с этими людьми люблю их. Могу разговаривать очень долго. Если у нас есть вопрос из зала, можно у нас есть время один задать. Секретарь говорит, нет у нас вопросов. Ну, раз председатель говорит, давайте вопросы. Занесем протокол и будем завершать. У меня был скорее не вопрос, а немножечко к теме дискуссии, что у ученых может быть личный бренд, также и вот у организатора может быть личный бренд. Почему мир, допустим, Роскосмоса не так популярен? Почему НАСА, да? Почему не мы? Потому что, ну, как бы, НАСА, у них уже свой устоявшийся личный бренд, который и истории, и фильмы, и так далее. Как будто у них очень хорошо выстроенный маркетинг. А у Роскосмоса не настолько сильный личный бренд. То есть, да, у нас есть отечественные фильмы там, например, салют все. Все-таки лучше давайте вопрос. Мы сейчас спасаем судьбу НАСА, мне кажется. Это не то, о чем мы здесь собрались. Нет, я за судьбу Роскосмоса переживаю. Тоже мы сейчас не спасем. Не сегодня. Роскосмоса мы уже поговорили. Да, они активно будут раскручивать свою продукцию и фильмы, и все остальное. Я как человек, который буквально пару недель назад звонил на МКС. Я знаю, что они... ...передал опасения из-за земли. Да, мы в свое время... Спасибо за комментарий. В эфире этого не было слышно, но в зале много людей, которые переживают за то, что мы, уважаемых экспертов, очень долго держим здесь. Но мне кажется, дискуссия... С одной стороны, как вы правильно говорили, а вопрос-то корректно ли поставлен? Но тем не менее, мы, мне кажется, докопались до конкретных шагов, что можно, что нельзя. И вообще важно ли это, когда мы говорим про молодых ученых. А с такими людьми, которые здесь с нами присутствовали, мы еще обязательно встретимся на школе молодого ученого, в университет МИСИС и других мероприятиях. Раз уж тут отцы десятилетия где-то в зале пробегают, так мы еще что-нибудь обязательно начнем. Всем спасибо. Давайте поблагодарим наших экспертов. Спасибо.